Только за первые шесть месяцев этого года, по сравнению с прошлым, алтайские предприятия выпустили питьевой воды на 16% больше. Об этом сообщил руководитель краевого управления пищевой и перерабатывающей промышленности во время пресс-конференции, посвященной итогам сферы за полугодие. Глава ведомства отметил, что это лето очень жарко, и к концу 2024-го общий объем производства воды и напитков в целом, скорее всего, станет еще более внушительным. Предприятия начали больше, то есть выше на максимальную мощность, соответственно, это дало прирост. Выросло в крае производство некоторых видов пищевой продукции. Среди них сыры, крупы и масла. Но при этом меньше стали перерабатывать мясо и выпускать молока, сметаны и другой цельномолочной продукции. А вот в сфере производства муки ситуация у алтайских предприятий неоднозначная. В России уже муки больше не продать, потому что потребители больше не становятся, к сожалению, и только можно за счет экспорта увеличить объемом производства. Поэтому те компании, которые сегодня активно участвуют в экспортной деятельности, сохраняют уровень прошлого года объема производства. Те компании, которые не работают на экспорт, к сожалению, снижают и дают снижение по итогам полугодия, это 4% к уровню 2023 года. Добавим по предварительным оценкам, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса «Края» по итогам этого года может достигнуть 550 миллионов долларов. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.